Всем привет, с вами Doom. Сегодня у нас распаковка игровой мышки от компании Logitech Gaming Mouse G300. Вот так выглядит сама коробка. Так она выглядит сбоку, сзади и с другого бока. Ну, сзади у нас написано о основных характеристиках данной мышки. Это у нас первое. 9 программируемых элементов управления. Второе. Встраиваемая память для трех профилей. Третье. Это симметричная компактная форма. Четвертое. Это простое настроечное программное обеспечение. И пятое. Это оптический датчик игрового класса. Также тут указан комплект поставки. Это мышь и документация пользователя. А также трехлетняя гарантия производителя и полная техническая поддержка. Вот так-то. Ну, вообще Logitech выпускает отличные продукты. Вот. Ну и цена на них, соответственно, не дешевая, как бы, по сравнению с Apotec. Вот. И сзади тут у нас указывается, что некоторые настройки профиля требуют использования PO Logitech Gaming Software. И не поддерживаются операционной системой Linux и ранними версиями Windows. PO Logitech Gaming Software может загрузить по адресу такому-то. Вот. То есть можно будет загрузить это PO и установить его. Также тут показывается, что она поддерживает Windows 7, Vista и XP. Ну что ж, распакуем ее. Она запакованная. Еще не распаковывал ее. Так, с одного боку. И с другого. Ага, вот так она открывается. Довольно-таки интересная упаковка. Так вот, внутри все. И, собственно, тут у нас мануалка, но я, наверное, не буду ее вскрывать. Зачем? Так, Logitech Gaming Mouse G300. Вот. Такой вот мануальчик. И, собственно, сама мышь. Так. Давай, вылазь. Вот. Сейчас просуну, какого. Неудобно вот сделано. Вытаскивать провода эти. Вот. Вытащил. Вот так. Пустая. Вот такая вот мышечка. Очень легкая. Думал, она тяжелее будет. Хм. Прежде чем ее покупать, я почитал на различных сайтах, где продают данную мышку о ней. Вот. Многие говорят, что она как бы сделана и для правшей, и для левшей. А получилось, что ни вам, ни нам. То есть, как и правшам неудобно играть, так и левшам. Ну, не знаю. Мне вроде удобно. Ну, это все время дело привычки. Всегда можно привыкнуть будет. Вот так, очень легкая. Вот, посмотрите, как она маленькая. Также у этой мышки, как я понял, по отзывам, три режима подсветки. Это, вот здесь даже указано, показано даже. Вот. Это как фиолетовый, красный или оранжевый, и зеленый, салатовый. Вот, три режима подсветки. Четыре режима скорости. И вот девять дополнительных кнопок, которые программируются. Не знаю, попробую сделать на них скиллы в Dota 2, чтобы не нажимать на клавиатуре. Посмотрю, если будет неудобно, то ставлю на клавиатуре. Рассмотрим ее чуть поближе. Тут у нас Logitech G300. Это вот не знаю, из чего из пластика ножки сделаны. В комплекте больше никаких не было. Вот сама оптика. Это вот такая прорезиненная в виде, не знаю, как даже назвать, кожи какой-то. Рептилии, блин. Здесь вот эта, которая подсвечивается, тоже прорезиненная. Лого Logitech. Тут все то же самое. Не знаю, отпечатки будут оставаться или нет. И вот дополнительные клавиши. G9, G8. Единственный минус в том, что тут нет индикатора скорости. Ну, то есть, сколько выставлено в данный момент DPI. Вот это минус. Провод достаточно такой тонкий. Вот сам USB-вход. Такая вот мышечка красная сзади. Точнее, вниз красный. Вот. Ну, сейчас говорить о том, удобно она или нет. Минусы, плюсы я не могу, потому что я ее еще не использовал. Попользуюсь ей где-то, ну, недельку, может, две. Потом обязательно сделаю обзор. Плюсы и минусы данной мышки. По сравнению с предыдущей моей Affect X7, которой я пользовался больше двух лет. Ну, у меня там сломалось, к сожалению, колесико. Так бы я дальше на ней играл. Но уже невозможно просматривать там в браузере, крутить. Не работает колесико, в общем. Вот. Так что сделаю потом обзорчик. Смотрите. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.